Уже в субботу, 21 мая, Самара присоединится к международной акции «Ночь музеев». В этом году организаторы подготовили масштабную программу, чтобы удивить и порадовать не только самарцев, но и гостей, которые приехали в город из разных регионов России для участия во всероссийской студенческой весне. Участники фестиваля смогут бесплатно посмотреть экспозиции самарских музеев. Это один из главных сюрпризов акции этого года. Для наших гостей, участников студвесны, те, которые имеют официальные бейджи с чисто организационных моментов, вход будет во все наши учреждения бесплатный. Такое решение мы гостеприимство приняли от Самарской области. По традиции «Ночь музеев» начнется с детской программы в субботу с 13 до 18 часов. Так, в усадьбе Максима Горького для ребят подготовили настоящий исторический экскурс с погружением в атмосферу прошлых веков. Программа получила название «Не ночь музеев». Она начинается у нас в 14 часов. И тема этой программы – это мы ее назвали так, как «Старая квартира». То есть будет такое немного историческое погружение детей в время начала 20 века, конец 19 века. В течение трех дней в Струковском парке, скверах Аксакова, Пушкина и Тривяза будет играть живая музыка. В субботу с 6 часов вечера начнут работать экспозиции для взрослых. Развлекательные программы представят не только музеи, но и другие культурные центры города. Такие, например, как «Дом 77», а также творческая резиденция «Восемь студий», которая располагается в здании бывшей швейной фабрики на улице Молодогвардейской. Я прошу обратить ваше внимание на восемь студий после, наверное, пяти-шести вечера. Мы сделали новое пространство там в конце двора. Это пространство «Оранжерея», в котором Фролл Веселый и Павел Куприян был делать в мастер-классе такой некий перформанс. Всего в эти два дня двери для всех желающих откроют 50 выставочных площадок. Кроме того, на улицах Самары, как и в прошлом году, организуют бесплатные пешие и автобусные экскурсии. Записаться на них можно будет через специальный колл-центр. Подробнее обо всех локациях расскажут на карте «Ночи музеев». Получить ее можно будет либо в информационном центре на улице Ленинградской, который откроется в четверг, либо через соцсети и информационные ресурсы администрации Самары. Также до начала основной программы жителей и гостей ждет еще один сюрприз. В 17.00 по улице Куйбышева пройдет праздничное шествие, в котором примут участие и основными участниками станут, конечно, это представители многих регионов Российской Федерации, которые приехали на студенческую весну. Лауреаты студенческих весен и вузов, и СУЗов, молодежные творческие коллективы. И основная часть участников этого шествия, конечно, это многонациональная Самарская область. В этом году в традиционной акции «Ночь музеев» примут участие и новые выставочные площадки, такие как ретро-почта, которая открылась в 2021-м на улице Молодогвардейской. С полной программой можно ознакомиться уже сейчас на сайтах участников проекта и администрации Самары. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok